Здравствуйте! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Готовим сегодня жареные пирожки с картошкой из нежного пористого воздушного теста. Активируем сухие дрожжи. К 10 граммам, это 2 чайные ложки, добавляем чайную ложку сахара. Вливаем теплое молоко, доводя до консистенции кашицы. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в тепле на 15-20 минут. В другой чаше смешиваем чайную ложку сахара и пол чайной ложки соли. Добавляем 100 грамм сметаны, я взяла 20-процентную. Кстати, ее нужно предварительно достать из холодильника, чтобы она немного нагрелась. Разбиваем одно яйцо, вливаем 50 мл растительного масла, обязательно комнатной температуры. Тщательно смешиваем, вливаем остальное теплое молоко. Всего по рецепту нужно 250 мл, из которых мы часть использовали для дрожжей. Когда дрожжи увеличатся, перемешиваем и вливаем в молочную смесь. Хорошо размешаем, постепенно просеиваем муку. Замешиваем мягкое тесто. Как только тесто станет гуще, припыляем столб, продолжаем замес. В итоге нужно получить мягкое и нелипкое к рукам и столу тесто. Лишнюю муку убираем. По времени нужно вымешивать около 5-7 минут, до более однородной консистенции. Вот такое мягкое, нелипкое и не забитое мукой должно получиться у нас тесто. Муки у меня ушло 580 грамм. Вы смотрите по консистенции самого теста. Может понадобиться 600 или 650 грамм. Это зависит от сметаны. Смазываем сверху растительным маслом, помещаем в чашу. Накрываем пленкой и ставим в тепло на 1 час для хорошего подъема. Тем временем отварим 1 кг картофеля. Воду я слегка посолила и добавила пару лавровых листов. Обжариваем до золотистого цвета, порезанные кубиком 2 луковицы. С готового картофеля сливаем воду, разминаем в пюре. Добавим обжаренный лук, поперчим и посолим по вкусу. Также я еще добавляю пару столовых ложек растительного масла. Начинку выкладываем в чашу и оставляем остывать. Она должна быть слегка теплой. Тесто подошло, обминаем. Как видите, оно не липкое к рукам, но при необходимости можно смазать руки маслом. Отрезаем кусочки в зависимости от желаемого размера пирожков. Я делаю средние, поэтому кусочки размером с яйцом. На ладони формируем лепешку, кладем столовую ложку начинки и соединяем края. Сформированные пирожки кладем на доску, предварительно припыленную мукой, на расстоянии друг от друга. Накрываем пленкой или полотенцем, даем расстояться минут 5-10. Пирожки жарим в большом количестве масла, чтобы они практически плавали. Его нужно разогреть хорошо, но не до дыма. Готовность можно проверить щепоткой муки. Опускаем подошедшие пирожки и жарим с двух сторон до румяной корочки. Кстати, жарить нужно на среднем огне. Если огонь будет выше, то пирожки просто-напросто зарумянятся, но будут сырыми внутри. А если сделать сильно маленький нагрев, то они могут впитать большее количество масла. Готовые пирожки выкладываем на бумажные салфетки, чтобы убрать остатки масла. И продолжаем жарить остальные. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 20 пирожков. Пирожки из нежного пористого теста. Вкусные очень! Попробуйте! Ну а с вами был канал Еда на любой вкус. Спасибо за лайки и добрый комментарий. До новых видео! Пока!